Но он же без щита, но ты же можешь его просто покалечить! Ай-яй-яй, и как это напряжно вдруг стало? Бобик делает свою работу на все 200, сволочь! Всё, загнулся? Отлично! Нет, 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 нет! Вот так вот. А вы, ты смотришь Перпетус Плей! Меня зовут Саша, играем в Средиземье. Тени войны. Подчеркиваю, канал Перпетус Плей. Вот этот вот, вот этот вот чувак. Саша. Видимо надо, видимо надо. Я не знаю. Но, интересный нюанс. Вроде бы ничего необычного, да? Вот талии он висит, вроде бы ничего необычного, но... Что-то необычное точно есть! Моя морда, она такая, она неочевидная. Зато! Что очевидно? Так это... Интерес. Интерес зрителей. И мне это нравится. Как только я начал вырубать под видосами с Средиземьем показ статистики, все стало на свои места. И теперь я вижу, что реально нравится, что реально не нравится. Я могу перестать вот это, то что многие воспринимают, как будто я пугаю кого-то там. Типа вот! Больше никакого Средиземья. Я могу просто не делать ничего подобного. Но при этом делать выводы. И это классно. То есть я реально могу делать выводы, которые имеют под собой вес. А не какой-то там чьи-то домыслы и что-то такое. Мне не нужно пугать кого-то там чем-то. Хотя я этого никогда не делал. Я вот смотрю, есть у нас один парень, который подходит практически по всем статьям. Под селекцию, которую запросили. Но вот этого парня выцепить, вот это будет проблема. Хотя, ну постараемся, постараемся. Тут еще войска рафовские подоспели. И как здесь нас стало много. Да. Это при том, что я вообще здесь не за этим, но ладно. Сейчас попробуем. Блин, лишь бы еще не убило его. А то там подоспеет сейчас сам раф. Или его парни без него теперь ходят. Ну мало ли. Так, надо немножко проредить. Потому что я никогда в жизни не добьюсь желаемого. Как минимум этих ребят надо убрать. Вот этих вот. Так. Давай попробуешь, а? Блин. Блинский. Так. Ё-моё. Так, ну ты живой. Ты живой. Все в порядке. Ребят. Вы горите там, да? А ты давай. Как тебе не досталось? Как тебе не досталось? Давай. Ну? Ну? Ну давай. Там уже стреляют. Умничка! Ёсс! Смотри. Он и накачанный, и со щитом, и, сука, белый, седой. И бледный, и седой. И одно, и одно, и второе. Короче, четыре к ряду. Я думал, это нужно будет постараться. Второе я хрен, конечно, такого не буду. Но вот он. Кстати, даже ничего одевать не стал. Так, только нашел наплечник бруза, постирал его в высокой температуре, он ужался и все. Кайф, кайф. Кстати, у него даже пресс проступил, там вроде не было. Видимо, капитаном стал и решил, да, надо же эту форму набрать. Берсерк, он еще и при этом, он еще и берсерк. Он по-любому отправится сегодня на арены. Сука. Вот умеет, да, умеет поднасрать. Все у него хорошо, кроме как того, что у него нехорошо. Если выживет, конечно же, отправится на арены. Но сперва, сперва, нет, нет, не так. Охранять правителя не надо, надо быть правителем. Быть Джоном Малковичем от орков. Я в прошлый раз спрашивал, стоит ли или не стоит его на сетевой арене. И не было людей, которые прям вот... Нет, 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 ни в коем случае. Поэтому. Поэтому я считаю, надо. Прям надо. Потому что люди, которые были за то, чтобы он отправился на арену... Их было немало. И это меня радует. То есть, нужно не бояться потерять то, что ценно. Здесь ходит дядя, но он нам не нужен пока что. Ну что? Спиной почувствовал. А Талио наш по воздуху убегает от него. Ты посмотри. Ну и хорошо. Так. Найс. Я считаю, что он по-любому должен выиграть минимум три поединка. Но он слишком хорош, чтобы вот так вот просто слиться. Но давай-ка я все-таки посмотрю. И может быть ему сейчас что-нибудь еще прикрутим. Хотя у него уже и огненная метла, кочерга или как ее назови, и толстокожесть, и огромная сила. У него все есть. Ну, за исключением того, что он... Вкусный для зверей, да? Нет казни. Дистанционные атаки. Да нет, в принципе, нормально. Талио он ему больше ничего не может дать. Только свое благословение. И отряд дикарей не так, кстати, плохо. Можно было бы считать щитовиков, но... Не думаю, что это поможет. Не думаю. А отряд Аалогов вообще может убить его. Интересно, среди тех парней было еще кто-то такой же накачанный, с копьем. Седой. Бледный. М? Разрушитель. Высший. Опасный. Точно, я тебе говорю. Опасный капец. Молоток замедленного действия. Это прикольно. Да быстрее. Бедный встать даже не может. Вот об этой опасности я говорил. Глушит на раз. Опа. И всех практически раскидал. Ты посмотри, а? Ну, вроде не может пробиться. Это была отличная тройка. Просто великолепная. И даже в пах саданул. Ясненько. Разъярение на него действует не очень. Буквально две тройки, а один выпад. Все. Умница. Мордашка-то какая милая, а? Коричневый. На минуточку. Нет у него последователей больше. Да. Он такой один коричневый у меня в армии. Так, опять? Нет, серьезно? И это даже не наши. Это даже не наши. И почему они в центре собираются? Именно вот в центре. Первая победа. Я говорю, будет три победы. Все. Я дальше даже уже не волнуюсь за него. Это было очень похоже на Бруза, но нет. Это у нас танк легендарный. Разжигатель и войн неустрашимый. Ну-ну. Че этот Карагор тут делает, а? Это просто меня волнует точно так же, как то, что... Я камерой не мог двигать, поэтому такая херня. Ты посмотри на эти тройки его, а? Шикарные. Да, логи впряглись. Это, конечно, не очень, но... Наплевать на них. Ему. Было бы, если бы они не сбивали удар, да? Но мне нравится позиция Карагора. Он же, по идее, должен был быть подкоричневым, да? Или откуда он вообще нахрен взялся? Чей Карагор? Но если подкоричневым, то, судя по всему, он решил... Не-не, парни. Нет. Это без меня. А лог в жопу. Я здесь просто так постою. Да? Смотри, пробить не могут вообще, но... Он под шумок так... Раз и кольнул. Раз и кольнул. Вот это мне нравится. Смотри. И вот мимо них пробежался, и троечка, троечка пошла, да? Вообще! Если бы не эти хляки сраные, то... Был бы классный кадр. Но! Какая умница. Пока что. Пока что. Прям... Убийца а логов. Этот Карагор там останется, так стоит, да? Или опять будет отдельно где-то? Ну, давай посмотрим. Я за... Эээ... Свободу Карагором. Ммм? Штемп. Наемный убийца. Легендарный. Да, сейчас ты ему раскаленную кочергу-то в пузо вставишь. Я знаю. Ну, нет, не совсем в пузо, но... А здесь, Бобик-то, молодец. Зря ты, конечно, этой херней начал страдать. Своему же, получается, в спину. И... Зафигачил. Эээ... Ээ... Вот... Вот это не круто. Молодец, что повернулся вовремя. И смотри, как наказал-то. А вот этой троечкой его просто... Богоподобный. давай еще раз ну умничка же ну просто вот мы не пик еще и уворачивается он на самом деле он молодец а вот не могу его не похвалить также действует как я действовал когда когда-то давно играл в mortal kombat на какой-то приставке не на моей естественно потому что у меня только сек было а там никаких mortal kombat of но в общем одна комбинация потому что она умеется хорошо получается отлично все и один удар комбинация и удар все и этого хватит главное это делать вовремя и четко да и уклоняться конечно же надо но мой минимум он выполнил просто дальше даже вот это его личное дело я остановлюсь на пятой победе но не факт что он остановится на ней возможно он сойдет дистанции раньше потому что ну всякое бывает но он хорош вот он встретил свою немезиду истребителя тоже легендарного которая оперативно снимает вас предохранителя и этого предохранителя решает убить да о надо же чё-то новенькое не скажу что я рад этому новенькому потому что новенькая не всегда хорошая слушай мне показалось или он от тройки защитил со счетом отмахнулся блин надо было чуть чуть быстрее эх слишком шустрый он для тебя да но с этим пацаном вы его нормально так утихомирили вот ясно похоже коричневый подумал что с этим пацаном нужен особенный подход вот это было неприятно конечно и ни хрена себе как больно да как ты так он разъярен до сих пор да блочь его блочь что нечто новенькое он даже в тройку принес добивающий удар щитом это сильно не могу не переживать за этого парня но такой он прям хороший так он мне нравится но сейчас он идет на бой с чудовищем просто чудовищем еще и имя такое хрен его знает что нас ждет сейчас от игрока с таким-то ником какой-то ворк размахивающий лапами опять истребитель магия мордора решила задавить истребителями почему нет прикольно у него пила напоминает какие-то отголоски в вархаммера что ли там подобная пила скорее было у этих звездных марин ультра марин быстрее у него какой-то особо свирепый карагор он прям только захомячил 2 уже внезапно сняли его с предохранителей он снял да все уже он сгорел расслабься да расслабься блин тут другой дядька слушай такое ощущение что ему тройки очень не почту серьезно это так важно сейчас было взял и выбежал из кадра кто так делает нет ни почем очень даже пробивает только он умеет ими их заблочить щитом но блин нет а может ты соберешься нет это не то но он же без щита но ты же можешь его просто покалечить а я я и как это напряжно вдруг стало бобик делает свою работу на все 200 сволочь все загнулся отлично нет 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 давай давай сделай что-нибудь молодец молодец он вырвал эту победу отличный фейерверк в общем достоин и это был враг то и не читер никакой абсолютно обычный с толстожопостью скорее всего и скорее всего с огромной силой но абсолютно обычный бобик ты сука заслужил это нервы то мои не стальные в общем я считаю что коричневый заслужил все-таки он чемпион все-таки у него все гуд и он до сих пор жив что очень важно вот блин в реалиях мордора сейчас это прям да то что сейчас творится на аренах просто сейчас творится везде здесь но давай тогда заберем вот этого парня и посмотрим какой он его даже думаю дать ему легендарность или не дать него пасть не закрывается видимо голодный но голодный это хорошо голодный это очень хорошо а отчеток далеко то зачем так далеко убежать то было он нашел второго пацана и решил с ним посовещаться совет убить стали она между прочим да на минуточку скажем так вынужденных убить стали она потому что они как бы находятся в заложниках у талиона ибо не хотели не хотели оба сопротивлялись но все-таки убили потому что вот такой то ли он человек страшный если захочешь чтобы кто-то его убил то этот кто-то его убьет скорее всего если сам не сдохнет что было чтобы все было все было все было стой вот видишь а где же у нас тут советы показалось что бухает без стакана а до этого до этого не то ли он ладно просто уже по но блин он толстый показалось да показалось так было бы неплохо да хоть он есть не седой но нет нет вот это тоже но такое эх ладно мне так нравилось как только что то ли он карался когда санифта толпа хорков оттали он себе просто крадется типа его не видно там что такое а тут что такое есть везде что такое а а эх вот не все да не все хорошо а где тут советы а вот ладно сейчас и у тебя еще раз и больше ты не встанешь ну вот 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 ну почему за что зачем молчать убить его вот краткость да и зачесывает главное себе все что у него осталось на башке вот как будто ему лет 70 и он застрял тех же самых семидесятых блин я его потерял капец ты вернулся сюда так надо же тебе поломать как-то поломать чтобы ты целый остался при этом да то есть умеренно поломать без особых без особых изысков да таленских ну а тебе в голову сам бог велел прям молотком садануть ребят кончаем взрываться просто охренеть как много здесь взрывов ладно его слегка не прикончить так так смысл вы уже и породниться успели вы охренели что ли это они главное нашли общего врага в лице талиона а ты-то чуть сюда прибежал мне понравилось ребят это вы конечно молодцы куда ты лезешь а куда ты лезешь попробуй теперь спрыгни с этого стола в разъяренном состоянии ага нет и посмотри он их призывает просто из воздуха нахрен так слышишь на тебе еще одну казнь и надо как-то аккуратнее с тобой давать уже стоп куда пошел и летящие вот эти вот его топорики блин не хочу я этого делать потому что он может испортиться но выбора нет железная воля диктует свои правила останься в своем уме мне так нравилось какой-то краткий так на псс подожди его надо наказать да может быть кстати этот сейчас придет кровный брат его а все стрел то и нету больше не 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 а что это за летающие арбалеты стая летающих арбалетов это куда-то стол делся да арбалеты остались на и тебе по-братски каждому брату по позору правильно и сейчас приходит тот с воплями за то что ты опозорил моего брата не ну как хорошо арбалеты то висят а а я этого не хотел делать а лог здесь откуда-то взялся стык как мухи на говно как мухи на говно слетаются мне вот интересно они опять совещаются с братом да братский совет на костер его стоп 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 парни стоп я же говорю на костер его стоять опа понеслась есть жордана брунович ладно я ухожу мне здесь не рады мне не рады здесь абсолютно надо уходить побыстрее как-то да а то так убежишь этих да раз застрел остались там ладно придется воспользоваться старым добрым прыжком три два да все возвращается на круги своя да он толстый да и к тому же ну ладно может быть еще попадется может быть где они делись а вот это вот интересно даже как он разрулит эту тему а куда тебя вот это вот прыгнуть то да давай сюда забил на брата и правильно хотя это вообще он или мы случайно на брата нацелились нет вот это все нормально это он это он тот самый седой кач со щитом опа извини карагор называется да ну в принципе справедливо но слушай ну справедливо но не такой же степени правильно да давай мы с тобой одной крови и понеслась вот а 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 нам 3 а не ни хрена себе с сюрпризом орг х обо и никто ничего не видел найте по нет ребят все хары хары их голова к это антипригарные что ль ой и ты подумай какие сволочи то не люди так я пролетел . я поживлюсь карагором если останется место в животе после тебя донну ты что ну что как ты мог господи вот это вот да не ожидал я от него такого конечно я конечно понимаю все шредер и все дела на по-тихому так пусть все так ну пускай погуляет собачка пускай так он нашел самого темно-синего хохот а лога ну посмотрим давай посуде его спасу если что я блин вот так просто его сливать не собираюсь берсерк помимо селекции он берсерк со счетом а а это ищейка я бы сам тебя убил сейчас если бы он и не сделал я посмотрим что у него получится мы идем с подветренной стороны карагоры нас не учуя отряд готов ну подожди сейчас 5 секунд и будет готов судя по всему мне так нравится это их и их стелса ровно такой же как у меня собственно селс без стелса а давай поближе чуть-чуть вот отсюда никакая же собака со спины не подойдет ну чё посмотрим на что он годен против а логов обидно да обидно за него но вроде взял в руки в свои все и начал отрабатывать до доверия кредит вроде бы смотри смотри еще делать то ложка на него уже насрал на самом деле или просто сваливает не все в порядке так главное не спалиться еще смотри-ка несмотря ни на что он во-первых подавляет голосом а во-вторых он восстанавливает жизнь себе ну потому что он берсерк просто начал не очень да они не так больно как я думал но слушай учитывая даже разницу в 7 уровней ничего так себе молодец ну давай добиваю уж вот козин сделает не так просто заколол а мне понравилось вот скажем так продано молодец а у тебя да я пережду не переживай а у тебя прошло вот это вот пола уме да да ты посмотри вот это вот няша и эти его еще борода такая псевдобаки или как-то назвать как эта хрень называется вот такой конфигурации ну зрелым голубоглазый такой прям сделали из какого-то штатного логоваза это явно видно не из говна слепили вот точно этот из эльфа это на таком расстоянии ты слышишь как рейнджер дышит это как то ли он пыхтит а так все пора брать пора брат пора ограничимся пинками в голову и не прятаться там я говорю не прятаться я думаю да дали он вколачивает в его башку подчинение о твои отчетное колдовство тебе не поможет я убью тебя по новой а давай лучше подчинишься по старый как ты смотришь на я вот лично смотрю великолепно поэтому давай к нам да нам стоит сражаться вместе я думаю все таки учитывая что он уже 76 уровня для конкурентной способности на арене все таки надо ему дать легендарно ну и суки а ну почему ты не накачанный ты бы к нам в армию попал между прочим так вот на костер но костер сука смысле не поддает так ты это и ты будешь просто смотреть на это этот блин гоблин хотя кстати прикольный гоблин да секундочку секундочку вот это вот кто у нас такой пришел нет он толстый гоблин давай делай свой черное дело блин секунду подожди вот 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 этому парню да ну нет ну как на таком-то расстоянии я уже даже не говорю то что я сукажал полин а там такой гоблин был интересный заняты до вне селекции но просто такая морда и такие уши и такая борода и вот такого черный весь это вообще нормально да это чё это нахрен было но мечтателем стал да вот знаешь всегда расстраивает не хрен с ним то что он ищейка но всегда расстраивает когда ты смотришь на сука ну некромант ну некромант ну типичный нет нет фейковый типа вот закос под некромант а это как у насекомых когда абсолютно не ядовитое насекомое обладает ярко-красно-желтой раскраской будут тоже херня знаю ладно ладно давай посмотрим лучше что можно сделать из этого пацана ему абсолютно точно не хватает и толстокожести и огромной силы да ему вообще много чего не хватает но давай попробуем что-нибудь дать я думаю давай воткнем сперва ну давай толстокожесть чтобы хоть точно что-то одно было а теперь дадим легендарность и будем надеяться что прям повезет но больше будем надеяться что можно будет заменить если что-то не так пойдет качаем качаем можно 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 поменять пожалуйста нет 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 долбаные щитоносцы ну может быть может быть она что-то ему даст я не знаю может быть давай попробуем конечно это не коричневый кстати кто кроны брату чем кроны братом вроде что кстати придать может еще за крона брата да и нет да может но это такое же вот было бы весело если бы кровный брат пришел бы его на арене спас вот а пофигу вот кровные братства или это типа бой чести и так не спасают да вот так это не работает на арене это святое чё бы это толпа мужиков сражается на орков и нормально тут кровного брата нельзя почему просто странно со стороны смотрится очень-очень странно блин но почему ты не седая но накаченные бледные со щитом можно попробовать но но это не совсем то мягко говоря ну ладно давай попробуешь свои силенки против талион давай 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 ну тему могу зажал и аж глаза теперь уж да зеленые глаза сейчас посидеть это будет просто манифиг ну кстати а когда в лево топал тут нахрен лево всегда был ясно видимо магия морда сочла что вот там где-то справа сбоку там во время самого жесткого сражения можно написать что вот лево помер и все охренеть да ну разрушитель накаченный да ну не седой но ну типа голый накаченный со щитом 3 из 4 уже неплохо да но у нас есть 4 из 4 как он себя покажет на да плачет плачет мордор по лево но я знал что их не удастся сохранить надолго но хотелось то хотелось но горевать то не время главное чтобы сейчас плакать не пришлось здесь когда его в первом же бою будут рвать и но я надеюсь он все-таки берсерк со щитом все-таки стал стакожестью да у него там куча чего нет но все-таки слова какие-то белые руки укротители мистиков замесили да не да не должно ясно тварь еще начнет крутиться вокруг и скакать ну да ну да вот это кстати неплохо но явно у него толстокожесть а вот это даже получше отлично огромные силы ой как не хватает да замечаешь щитоносцы я бы не сказал что прям помогают но живые до сих пор хотя он их пытается убить всеми силами прям но допустим смотри а заблочили он не смог прорваться через них но я думаю это дело не в том что они элитные ну надо сказать это все равно это прессинг стопроцентный как же ему не хватает огромной силы блин да больно но фигня сейчас он полечится вот молодец умница давай отрабатывай молодец а вот это было прям больно надо же под конец даже сделал красивое добивание и лапа отнял и голову буба молодец прям действительно молодец очень неплохо начал но толстокожесть одна не спасает нужно было бы еще огромную силу конечно и защиты там куча вот это вот от огня что у него там еще нет у него только одна защита темный танк ну ну мне вот интересно как он себя ведет с аллогами на арене точно так же как и там на уличке или вот блин сейчас кстати посмотрим насколько быстро он перебьет этих элитных щитоносцев которые а нет все таки четверо как то так стояли что мне показалось что их два смотря своего аллога он закрошил уже элитные хоть и в шоке но стоят пока что не зря что таки я ему толстокожесть впаял хотя он и сам такой парень не промах да не молодец но аллог был без единого высшего перка да чё это ты не понравился задник или что или передник но ребята выживают ааа ну конечно как без этого да вот у меня у меня сейчас впечатление что я просто им подписываю смертный приговор а пофигу он затащит правильно он справится тут у нас двойники кто ты истребитель да нет ловкач несущий шах ну не знаю не знаю было бы огромная сила уже бы четверть жизни отнял ладно ладно все в порядке да да хоть насмерть ну да в принципе создается впечатление что эти элитные щитоносцы даже крепче чем двойники но какая разница все равно это мизерный урон и фактически никакого эээ прикола в них нет ты еще и выметать научился наконец-то да добивай его ну что ж за минуту практически уделали всех двойников нет сколько там еще двое нормально но расплата будет всегда молодец подавляй его ну почему же ты дал ему это сделать надо было его просто заблочить щитом твою мать сраный ловкач а уже лучше но надо было бы выметать вот да да прям вот мысли читает не то что команд слушает тоже пригодится давай троечку сейчас давай вот эту выметательную твою у него вырисовывается определенный стиль да ну мне нравится надо же нету какого-то чудовищно мощного орка у человека с иероглифами в нике видимо магия мордора готовит ему какую-то страшную смерть в муках на первом поединке на пятом поединке да но как-то объяснить просто еще кстати эти цифры в нике тоже как бы ну такое хрен его знает кто за этим стоит честокровный берсерк и легендарный да ну вроде неплохо у этого пацана с салогами но с салогами которые с высшими перками идут он еще особо не справлялся особо и не встречался в принципе вот эти парни со щитами показывают себя очень даже неплохо но опять же если рассматривать их в рамках выживания то есть да они встают даже после выметания но толку ну и хер то есть какая разница может ты как-нибудь конешь да а ну правильно правильно вот это было неплохое комбо но надо было быстрее делать его давай 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 раскрылся только пожалуйста не это а больно нет и издеваешься у это аллог нашел больное место слабое но если по полтора разок да да они там аллога контролирует это в принципе неплохо но блинский как же не хватает ему огромной силы да все таки попал нет так вставай и дерись вот 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 точно хреначьи в мой блин да твою мать чтоб тебя сука уроду я мое жаль по-настоящему жаль его он прям хороший был он прям вот действительно хороший был но да не дотянул кстати а вот мне интересно а у тебя было такое что орг спасся благодаря тому что время закончилось при том что в этом поединке он был уже в ужасе бывало такое или это прям из области фантастики чтобы так совпало потому что у меня никогда не было ну то есть если он в ужасе то это обычно раньше намного раньше чем вот так вот просто кажется да хотелось бы случается и знаешь странно что он в этом ужасе он даже не то что в ужасе он в панике в оцепенении или в чем он френ его знает кстати здесь нету таких парней еще вроде нету хотя а вы ребят были ну почему что так не держишь себя форме а что тебя за оружие это мячик нет нет извини но нет спокойной ночи ничего на так все-все-все-все-все-все ребят все они там перебесились но тут еще можно глянуть если бухаем на рабочем месте да ну ладно нормально не договорил бедный кто из вас парни кто из вас подходит а нет италия он выходит буквально выскальзывает из их лап кстати вот этот прикольный тоже но он и без щита и и вообще не такой а этот чё там делают а белый аллог здесь что-то забыл можно вот белому аллогу дать шанс а он не очень хочет он понимает что это за собой несет дать ну давай давай ну ну гаденыш ты гаденыш за смерть человека полагается смерть вообще-то но ладно это был типа не тот случай оделся еще вот как шаромыга но серьезно укротитель хотя у этого долбаного укротителя и тебе огнестойкость и не уязвим с проклятью и не завязывается к обстрелу ну такое но хрень жаль того пацана он да мог бы но ужас ужас объял его душу жаль я надеюсь что тебе понравилось потому что мы стали он нам старались и магия мордора даже немножечко подсобила можно сказать что она была как бы не очень против не как всегда забивала любую возможность просто заколачивала ее в гроб но так чуть-чуть там где-то шероховатость это нормально это это пойдет если тебе понравилось дай знать мне об этом лайком дай знать мне об этом комментариям и репостом если понравилось потому что от этого зависит то как часто выходит видео я реально сейчас обращаю внимание на действительно взаимодействие людей которые теперь скрыто и ты можешь понять просто что ты либо ставишь лайк либо не ставишь лайк либо ставишь дизлайк либо ничего не ставишь вообще то есть очень просто и легко и нету вот этого ничего не давлеет не там какого-то вот этого чувства нет поэтому ты решаешь хочется ли тебе вот именно тебе продолжение и как часто его хочется в общем я абсолютно не к тому что вот все хана среди да нет нет я понимаю что так много кто думает каждый раз когда я что-то подобное говорю что вот мне важно твое мнение знать каждый раз вот только не бросай среди да когда его бросаю мне же он самому нравится от него кайфую но как часто выпускать ролики какой длины они будут и что в них это я беру из комментариев из твоего мнения потому что здесь такой вот синтез синтез просто у нас с тобой вместе крепаем среди земли вот так большое спасибо за компанию и бабай инстанкт-кайф